Для многих первенство России по фехтованию среди юниоров в Сочи это первый старт в 2017-м. Спортсмены возвращаются после недолгих новогодних каникул. Среди них и бронзовая призерка чемпионата мира Ирина Охотникова. Она и поделилась с нами своими впечатлениями от зимних праздников. Отлично! Провелась температура, лежала все дни, но ничего. Вроде в форму вошла. Возможно, именно из-за того, что фехтовальщицы только возвращаются в сезон, второй день соревнований в Сочи был полон сюрпризов. В боях на выбывание потерпели поражение сразу несколько лидеров юниорской сборной. Самарчанка Екатерина Тарасова и москвичка Анастасия Солдатова уступили Евгении Жарковой, а лидер всероссийского рейтинга Дарья Филина проиграла Виктории Шичкиной в 15-14. Я настраиваюсь на победу, конечно, но думала, что может произойти всякое. У меня получилось выиграть. Тренер подсказал правильный прием, и я его сделала и выиграла. Шичкина в итоге дошла до полуфинала, где уступила столичной спортсменке Айзанате Муртазаевой. Вместе с Викторией на третьей строчке оказалась представительница Алании Марина Кисаева. А финал турнира получился особенным. За золото сражались первый номер всероссийского кадетского рейтинга Муртазаева и лидер мирового юниорского Ирина Охотникова. И вопреки всем цифрам сильнее оказалась москвичка. Ну, мы с ней часто фехтуем на тренировках, и я знаю, что делать. И сейчас я слушалась тренера и переборола свой страх. А какой страх у тебя был? Мандраж. Потому что я знала, что до этого проигрывала все время. И очень боялась отдать этот бой сейчас, потому что я сейчас отбираюсь в юниорскую сборную, и для меня это важно. 15 января состоятся командные соревнования в мужской и женской шпаге. Фаворитом в обоих видах являются представители столичного региона.